Сегодня мы в гостях у президента Федерации Биатлона Рязанской области Виталия Адрова. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте. В самом разгаре сезон, и хотелось бы подвести первые итоги. В этом году Рязань стала, как это многократно сказали на телеканале «Матч», новой биатлонной точкой на карте страны. Прошел очень важный этап Кубка Содружества, и еще много соревнований. Много соревнований впереди. Давайте попробуем подвести первые итоги того, что происходило в этом сезоне. Добрый день. Действительно, в этом году Союз биатлонистов России, Минспорт России доверил проведение первого зимнего этапа Кубка Содружества по биатлону. И именно здесь у нас на биатлонном комплексе «Алмаз» такие соревнования состоялись. Погода испытывала нас на прочность. Поливали дожди. Снега с неба очень мало выпало. Но, тем не менее, мы в плане подготовки дистанции, в плане подготовки стадиона, мы справились. Работали круглосуточно. Очень много было задействовано техники, сил, средств, ресурса. Поэтому я считаю, что такие соревнования получились, несмотря на плохую погоду, несмотря на то, что мы, как организатор такого мероприятия международного уровня, первый раз с этим столкнулись. Тем не менее, все моменты были учтены. Получился хороший спортивный праздник. Оба дня большое количество зрителей. Первый день в субботу порядка 3,5-4 тысяч зрителей у нас было на трибунах, на стадионе. В воскресенье был вообще аншлаг. По подсчетам специалистов более 5 тысяч человек посетили эти соревнования. Был зрелищный масс-старт мужской и женский. Хорошая была погода, праздничная атмосфера. Праздник получился. И спортсмены, и тренеры все отмечали хорошее качество трассы. И Дмитрий Губерниев подчеркивал, что замечательная трасса. Так вот, при этом мы не впервые принимаем звезд биатлона здесь у себя в Рязани. Вот допустим, в ближайшие выходные пройдут очередные соревнования. Мастерс-марафон. Что это за соревнования? 28 января состоится пятый традиционный марафон лыжный на призы Сергея Колесникова. Две дистанции 50 километров и 25 километров. На сегодняшний день заявки уже не принимаются, поскольку есть ограничения в лимите участников. 500 человек у нас заявилось на дистанцию 50 километров. Порядка 200 человек ожидается на дистанцию 25 километров. То есть где-то 700 человек у нас будет участвовать. География очень обширная со всей страны. Люди приезжают к нам. Были ли более массовые здесь? Или это вот прям рекорд? Биатлонный комплекс для официального мероприятия принимает, наверное, впервые такое большое количество зарегистрированных участников, которые будут соревноваться в разных возрастных категориях, на двух дистанциях будут соревноваться. Да, действительно, это первый раз такое количество заявилось. Можно сказать, что развитие идет очень, скажем так, мощно. В частности, и сама трасса тоже претерпевает изменения. Вот в этом сезоне трасса по-новому выглядит. Что добавилось? В прошлом году масштабные работы были проведены земляные. Мы насыпали подъемы. Несколько подъемов досыпали. Настолько, насколько это было возможно. Асфальтировали еще километры 350 метров лыжероллерной трассы, которую в этом году мы поставим освещение. Она будет освещаться. Сейчас у нас протяженность лыжероллерных трасс асфальтированных составляет 4,6 километра. Еще, как вы видели, на стадионе появилась эстакада железобетонной высотой около 7 метров верхняя точка. Сделана для того, чтобы на Кубке Содружества спортсмены стартовали и финишировали непосредственно перед зрителями для большей зрелищности. То есть, это непосредственно для Кубка Содружества было? Это для Кубка Содружества строилось. Да, за полтора месяца в рекордные сроки мы это сооружение капитально построили. Весной мы ее асфальтируем. Она будет являться частью стадиона, частью лыжероллерной трассы этой эстакады. Трасса на Алмазе, на биатлонном комплексе в этом сезоне чуть ли не единственная вообще в нашем регионе, подготовленная для тренировок спортсменов. Потому что все известные нам лыжные трассы сейчас в непригодном для тренировок состоянии. И тренироваться здесь могут любые спортсмены. Да, в этом году действительно капризы погоды уничтожили, наверное, весь снег. В окрестностях города, да и в городе тоже сначала были дожди, потом были морозы. В общем, весь снег, который на лыжных трассах был. В парках, скверах, в других местах, где традиционно тренировались лыжники. Сейчас просто из-за погодных условий пришли в негодность. Почему на биатлонном комплексе? Ну, потому что мы в ноябре месяце начали оснижение. Как все знают, у нас есть система искусственного оснижения, снегогенератора, снегоуплотнительная техника. В круглосумочном режиме наши специалисты работали для того, чтобы трассы, вот, как вы видите, в настоящий момент поддерживаются в отличном состоянии. Подготовка идет ежедневно. Лыжня для конькового хода, для классического хода. Искусственный снег лежит на 4 километрах у нас практически. Вот все, что у нас асфальтировано, везде лежит искусственный снег. Очень толстая подушка, поэтому дожди абсолютно не страшны. Трассы не размываются, они очень жесткие, плотные. Лесная часть лыжных трасс, в том числе, по которому пройдет 50-километровый наш марафон, это круг будет 25 километров, там тоже достаточно снега. И вот буквально сегодня в ночь у нас выходит снегуплотнительная техника. И эти трассы к субботе будут сейчас укатываться, уплотняться, чтобы уже в субботу по ним пробежало вот такое большое количество, 700 человек, чтобы по этим трассам пробежали. Я думаю, что они вполне выдержат. Трассы широкие, жесткие. Вот все, что касается тренировок детей, тренировок любителей, тренировок профессиональных спортсменов, можно сказать следующее. У нас для биатлонистов два биатлонных стрельбища, которые независимо друг от друга работают. Это для более юного возраста стрельбища для пневматического биатлона, где юноши и девушки тренируются с пневматическими винтовками. Ну и наше основное стрельбище на 30 рубежей, где тренируются наши биатлонисты, где приезжают представители других регионов, команда приезжает. В этом году, начиная, наверное, с мая месяца и вплоть до новогодних праздников, у нас всегда какая-то команда, либо несколько команд одновременно биатлонистов приезжали тренироваться. Учитывая нашу географическую доступность и о том, что, стоит сказать, биатлонный комплекс, он в Центральном федеральном округе, ну их два, в Смоленске и в Рязанской области. Поэтому мы на сегодняшний день востребованы. Очень много детей приходит заниматься, тем более вот после того, как мы такие соревнования провели, Кубок Содружества. Смотреть по телевизору – это одно, присутствовать на трибунах, присутствовать на стадионе тогда, когда зрители выражают свои эмоции, поддерживают спортсменов. Это, наверное, привлекает людей, привлекает молодежь, привлекает особенно детей к занятиям. Биатлоном, лыжными гонками, да и, наверное, здоровый образ жизни в целом. Все-таки в Рязани таких мероприятий не было. Еще не было, да, конечно. И хотелось бы заметить, что вот каждый год я вижу, что детская группа, она все растет. Детей становится побольше, мне кажется, на трассе. Сколько вы сейчас официально в школе, в спортивной школе, Алмаз, биатлонной, деток занимаетесь? Ну, у нас не только биатлон, у нас еще лыжные гонки. Порядка 400 спортсменов у нас занимается. Приблизительно пополам лыжные гонки, биатлон. Кроме этого, у нас очень много детских групп, скажем так, группы выходной день. Это те дети, которые еще не достигли 9-летнего возраста, в который мы можем их зачислить на отделение биатлона, лыжных гонок. Привозят родители, они здесь катаются на лыжах, летом катаются на роликах, кто-то на роллерах себе уже пробует, бегают кроссы, под руководством тренеров, да. Вот они занимаются. Если видели, то очень много спортсменов одеты все в одинаковую форму, черно-желтую, биатлонный комплекс «Алмаз», «Рязань» на спине написано. Да, их уже можно узнать. Их уже, они уже узнаваемы, их видны. Было ли когда-нибудь в Рязанской области вообще столько лыжников, сколько сейчас биатлон в спортшколе? Понятное дело, что не все они до подросткового возраста, там до каких-то разрядов дойдут, но все равно, мне кажется, прям серьезный такой шаг в популяризации зимних видов спорта произошел. Для популяризации зимних видов спорта действительно, ну, не только, наверное, биатлонный комплекс «Алмаз». Вообще очень много мероприятий стали проводить. Здесь, наверное, на биатлонном комплексе «Алмаз» много мероприятий стал проводить. Только из-за того, что качество подготовки трассы, инфраструктура, все-таки у нас есть и раздевалки, есть туалеты, есть там, где чай попить, где переодеться после тренировок, после соревнований. Наверное, это немаловажно. Вот такие условия создавать для занятий физкультурой и спортом. То, что касается детей, да, действительно, детей очень много. Родители ведут, ну, вырастив профессионального спортсмена с молодых ногтей, как говорится, и дойти там до мастер-спорта, мастер-спорт международного класса, наверное, не всем дается по понятным причинам. Кто-то потом идет учиться, кто-то идет. Другими делами заниматься. Но, тем не менее, детей, которые приходят с 9 лет, их очень и очень удобно у нас. Но, между тем, уже сейчас в биатлонной школе есть, скажем так, первые звездочки. Вот каковы успехи наших, скажем так, биатлонистов, которые уже на всероссийских соревнованиях выступают, и они воспитанники «Алмаза». Воспитанники «Алмаза», ну, я вот хочу отметить выступление Дмитрия Мысева на летнем чемпионате России в эстафете. Он стал чемпионом России. В Чайковском проходили соревнования. Команда была в составе Халили, Смирнов, Артем, Дмитрий Мысев и Матвей Елисеев. Наверное, это такие известные фамилии уже в биатлоне. Вот, кстати, Артем Смирнов, он также выступает параллельным зачетом за Москву и за Рязанскую область. В минувшем сезоне появился еще один мастер спорта, Алексей Адров. Как о его успехе в этом наступившем сезоне? Да, действительно, в прошлом году в Ханты-Мансийске на первенстве России Алексей занял четвертое место в индивидуальной гонке, выполнил норматив мастера спорта. Вот, в этом году он проходил полностью летнюю подготовку, осеннюю подготовку, но в связи с тем, что он на сегодняшний момент является военнослужащим, он сейчас исполняет свой воинский долг. Вот временно тренировки у него сейчас, таких активных тренировок нет. В соревнованиях он в этом году по биатлону в зимнем сезоне не участвовал, но это пока по объективным причинам. И наши юниоры Юрий Харлин, например, даже бежал в этап Кубка Содружества. Юниоров допускали в этом году до участия в Кубке Содружества. Пусть ребята обязательно пробуют себя с более сильными, с более зрелыми, уже известными спортсменами. Это хорошо мотивирует. Вот Юрий Харлин здесь, я считаю, выступил достойно. У него хорошая всегда была стрельба. С юношей у него всегда была хорошая стрельба. Некоторые гонки он проводил с нулем, с одним штрафом проводил. Кроме этого, он сейчас выступал и на юниорском первенстве в Демино. Пробился через квалификацию в суперспринте. Пробился, по-моему, с девятым результатом в квалификации финишировал. Стрелял очень здорово, с двумя нулями в квалификацию пробежал. Какие, помимо ближайшего марафона, лыжного мастерс, мероприятия ожидаются, на которые можно прийти и посмотреть, допустим, заинтересованным рязанцем? Какие еще соревнования пройдут на биатлонном комплексе «Алмаз» в этом снежном сезоне? В этом сезоне у нас с 16 по 19 марта традиционно пройдет чемпионат России по биатлону мастерс, где будет принимать участие порядка 80 спортсменов с разных регионов страны. Порядка 18-20 регионов традиционно в чемпионате участвуют. Там будут три гонки – это спринт, это масс-старт и это эстафетные гонки. Будут подведены итоги выступлений спортсменов в категории мастерс. В этом году традиционно разыгрывается зимний кубок. Летний кубок уже итоги подвели. Также зимний кубок разыгрывается в разных возрастных категориях. Соревнования будут зрелищные, будет организовано в один из дней, скорее всего, это будет масс-старт, это будет субботний день, будет организована онлайн-трансляция. Кстати, с марафона, который 28 января пройдет, будет онлайн-трансляция в социальных сетях, будет трансляция на нашем большом экране проходить. Поэтому, наверное, пользуясь случаем, хочется пригласить зрителей для того, чтобы спортсменов поддержать, поболеть, ну и посмотреть вот этот вот такой праздник спорта, праздник лыжных гонок, праздник биатлона, те соревнования, которые у нас здесь на биатлонном комплексе проводят. Это хорошая популяризация, хорошие эмоции. Поэтому, пользуясь случаем, наверное, хочу сказать, приходите с семьями, приходите с детьми, вставайте на лыжи в свободное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова